Буквально несколько часов назад закончилась очередная 24-я сессия Государственного Совета Чуваши. И ее повестку нельзя назвать стандартной. Обо всем по порядку. Ольга Пырочкина. Жаркое. Пожалуй, это самое подходящее определение для очередной 24-й сессии Государственного Совета Республики. Один из первых вопросов. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Согласно федеральному закону, каждый регион страны ежегодно до 1 ноября должен определить сумму и довести ее до Пенсионного Фонда Страны. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров Чувашской Республики в размере 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, индекса потребительских цен на 2018 год. На продукты в величине прожиточного минимума отводится 50%, то есть почти 4000 рублей, посчитали депутаты. Парламентская оппозиция тут же припомнила министру высказывания по этому поводу его уже экс-коллеге из Саратовской области. Определение величины прожиточного минимума нужно как раз для того, чтобы пенсионеры, чей доход близок к минимальному, получили от государства дополнительную поддержку. К примеру, в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ парировала председатель комитета по бюджету финансовым и налогам Альбина Егорова. И если затянуть с решением, из федеральной казны в Чувашию могут не поступить 672 миллиона рублей. Действительно, сегодня никто, наверное, на такой вот прожиточный минимум не может прожить. Минимальный прожиточный минимум – это тот минимальный набор продуктов, услуг, который нужен для того, чтобы просчитать, рассчитать полностью социальные доплаты к пенсиям на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Деспублики. Большинством голосов законопроект принят в двух чтениях. Впрочем, был в повестке дня и вопрос, который поддержали почти единогласно. Это расширение перечни лиц, которым положена компенсация расходов на капитальный ремонт. Разные меры поддержки предлагаются предоставлять собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста, и туда добавляется, или неработающих инвалидов первой и второй группы. Из того, что вышло за рамки традиционной повестки дня, в Комитете по социальной политике сменился заместитель председателя. Вместо Григория Данилова занял его однопартиец, член фракции КПРФ Александр Андреев. И, пожалуй, главное кадровое решение. Председатель Госсовета Валерий Филимонов покинул свой пост и сложил депутатские полномочия. По его словам, в связи со сменой места работы. На мною принято решение покинуть свой пост. Но это продиктовано было, прежде всего, внутренними моими мотивами, теми принципами, которые я по жизни вообще поддерживаю, но и теми, наверное, жизненными объективными обстоятельствами переход на другую работу. Экс-спикеры и депутаты поблагодарили друг друга за работу. Временно исполнять обязанности председателя будет член президиума Альбина Егорова. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.